Привет, друзья! Вы на канале ЮФЭКТ. Ограбление банка в фильмах это всегда так эффектно и круто. Но вряд ли кто-то думает, что может столкнуться с этим в реальной жизни, а потом узнать, что организовала весь этот криминал твоя любимая бабуля. Чтобы не пропустить наши новые выпуски, подписывайся на канал и жми колокольчик. Эта история произошла в российской деревне с обычной, но очень предприимчивой пенсионеркой. Знакомые описывают её как активную и энергичную женщину, но даже они не ожидали от неё такого. Будучи заботливой бабушкой, она очень беспокоилась о будущем своей внучки. Девушка собиралась замуж, и молодой семье нужна была поддержка. Морально бабушка всегда спешила поддержать, а вот материальной помощи ждать было неоткуда. Отец девушки отбывал срок в тюрьме, и семье и так приходилось во многом себе отказывать. Но это не причина для супер бабушки. Ради счастья своей внучке она готова была пойти на всё, даже на криминал. Пенсионерка имела некоторые сбережения, но их было недостаточно для покупки жилья молодой семье. Как минимум, ей нужно было ещё столько же. Бабушка понимала, что пенсия – это не вариант. Нужна была большая сумма и сразу. И ограбление банка показалось ей идеальным решением. Бабушка продумала план до мелочей и стала собирать банду. В соучастнике она взяла внука своей подруги и бывшую коллегу, которая как раз и работала кассиром в том самом банке. Всё было просто. Кассир должна была выдать грабителю сумму именно со счёта бабули, а банк потом должен был возместить все украденные сбережения пенсионерки. В результате – двойная сумма в кармане. Итак, банда готовилась к преступлению, а бабуля уже вовсю убирала квартиру для внучки. Но вот и настал день Икс. Всё было как в фильме. Подозрительный парень в капюшоне и очках забегает в банк и требует деньги. Кассир без сопротивления снимает деньги со счёта и отдаёт всё грабителю. Парень хватает сумку и скрывается с места преступления. Неплохо сработали, правда? Чётко по плану. Однако удача начала отворачиваться сразу после выхода из банка. Парень, видимо, забыл, что он только что ограбил банк, и без задней мысли снял капюшон и очки. Вздохнул полной грудью, что всё получилось, и уже собирался идти домой. Только он забыл, что он не Джокер и не в Готэме, а живёт в обычной деревне, где все знают друг друга в лицо. Здесь-то план и прогорел. Прохожие сразу опознали грабителя и передали его полиции, где и раскрылась вся схема преступления. Бабуля со всеми остальными участниками заговора сейчас находятся под следствием. Внучка осталась без квартиры, а также без бабушки на свадьбе. Ведь за организацию и исполнение преступления пенсионерке грозит до 7 лет тюрьмы. В один миг она лишилась всего, и теперь вряд ли увидит своих будущих правнуков. Пишите в комментариях, на что вы готовы пойти ради своих близких.